Игнатий Тихонович. Добрый день. Доброго здоровья. Я разрешаю на видео все. И хочу вас поблагодарить, конечно, недавно с вами познакомился, буквально несколько дней назад. Вы не против, что у нас записывается и выставляется в интернет? Да, добро, да, да. Я слушаю вас, давайте. Познакомился, ну и я понял, что, скажем так, вы друг Божий, по моему мнению. И вот по этой причине я хочу вам задать вопрос. И знаю, что вы в зарубежной церкви были. Смотрите, я из Омска сам, да? Меня зовут Виталий, кстати. Вот. И такой вопрос. Вот у нас тут есть юридикция русской истинной православной церкви. Вот. Я знаю, что это они раньше, ну, когда владыка Виталий жил, они за ним, ну, как сказать, были едины с ним, молились за него. И с вашим приходом были едины. И даже видел давно, вот приезжал ваш брат, проездом был в Омск, и он в эту церковь заезжал. Я знаю, архиепископ Тихон, пасечник. Да, вот что вы скажете об этой юрисдикции, вот, канонично ли она, можно ли в нее ходить, там, ну и так далее, и так далее, вот. Видите, лично я не знаком, а вы внимательно расспросите, кто рукоположил его? Тихона, пасечника? Да. Епископ, и кто его рукополагал? Ну, если я не ошибаюсь, то вот этот Журбенко, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Ну, если это так. Опять же, я не встречался. То есть, его считаю, мы законы, архипастор. Журбенко-Лазарь такой был. Ну, я знаю, Журбенко-Лазарь. В Одессе. Да. Да, да, да. Вот. Ну, вот, смотрите, вот, она же сейчас не связана с московской патриархией, вот, да, вот, как вот. Ну, и что? Ну, нет, ну, как, я, ну, для меня, как бы, вот, смотрите, почему вот я ее избрал, вот, я историю так вот расскажу вкратце, да. Я когда-то, вот, учился в духовной семинарии в Тобольске, да, было время, ну, то есть, вообще, я недоделанный поп, и, я знаю, ваше отношение к попам, такое, сугубо специфическое. Вот, учился, вот, ну, меня отчислили там, у меня не сложилось с, там, какой есть институт, инспектор по воспитательной работе, раньше был. Ну, сейчас их называют проректор по воспитательной работе. И вот у меня с ними как-то вот все не складывалось. Ну, в силу, так сказать, своей, ну, непослушной, один скажем, непослушания у меня такой, есть грех. Вот, в своей воле, вот, 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 в силу этого меня отчислили, я недоучился, одним словом, вот. Потом я в Омск, когда приехал, пришел в магазин в книжный покупать книжки церковные, и ухо грел. И про продавец беседовала, ну, продавец женщина беседовала с другой женщиной. И они разговаривали, и, как бы, я от них услышал, что к нам в Омск приехала икона Божьей Матери, Монреальская, вот эта вот, мироточивая, которую Иосиф Муньоз написал. Ну, я так подумал сначала. А она-то-то исчезла, когда его убили. Вот, но это, ну, оказался, это список с икон. То есть это он, он же был иконописцем, Иосиф Муньоз. И он написал эту икону, вот, как бы, список с той иконы Иверской, Мироточивой, Монреальской. И подарил ее в Россию. И вот как раз вот этому епископу Журбенко, архиепископу, вот, Лазарю. И ее в Омск, в тот момент ее в Омск привезли. Ну, и я такой подумал, ничего себе, как, надо припойти в святыне поклониться, вот, все такое. Вот, и пришел туда по адресу, узнал у них. И это оказался, вот, оказался приход вот этой русской истинной православной церкви. Вот, когда я на табличку посмотрел, я, конечно, немножко, ну, как сказать, изумился. Думаю, так, вы истинная православная церковь, а куда же я тогда хожу? Ну, я на, ну, в московскую патриархию ходил, так сказать, в сознательную жизнь. И потом с другом моим, у нас Николай тоже тут живет, благочестивый вот парень, искренне верующий. И мы решили с ним, ну, я ему рассказал вот про этот случай. И мы решили с ним на чистую воду вывести, что это за организация такая. Ну, что за претензии на истинность там и так далее. Ну, мы стали изучать этот вопрос и, в хорошем смысле слова, попали в сети. То есть мы много что узнали для себя, откуда есть пошла московская патриархия, историю, откуда есть пошла русская зарубежная церковь, вот их отношения вот с московской патриархатом и так далее. И мы решили ходить туда, вот в этот храм в Омске. Вот. Но у меня был такой момент, когда я немножко соблазнился тем, что, вот в последнее время, что вот много же вот осколков от зарубежной церкви осталось. Вот тех осколков, которые не стали присоединяться к московской патриархии, их там несколько. Вот. И они как бы вот еще вчера были братья, вот эти осколки. Ну, то есть единая чаша была, все зарубежная церковь. А сейчас они каждый, ну, как сказать, друг на друга пальцем показывают и говорят, что мы истинные, а вы немножко там отступили от истины, как бы нам, не каноничные, не каноничные. Вот вы придите к нам, поклонитесь там, попросите у нас прощения, и мы будем едины. И вот так каждый друг на друга показывает, и непонятно вот уже, ну, что вообще такое происходит. И я одно время решил, посмотрел на этот, так сказать, маскарад, и, ну, не маскарад, а как, ну, вот такое соревнование в истинности вот среди этих осколков, там все. И я решил пойти обратно в патриархию. Но, вот. А, и еще вот такой момент. Почему мне очень понравился приход русской истинной православной церкви в Омске? У них там хоть какая-то общинная жизнь есть. Хоть, ну, хоть какой-то был, ну, намек на общинную жизнь. Поскольку вот тут, ну, на приходов в Омске, вот, в патриархии, ну, такого я не встречал. А там хоть что-то, вот, ну, хоть что-то как-то. Конечно, если сравнивать с вашей общиной, ну, это же небо и земля, но все равно. Вот хоть что-то. И оно как-то, ну, не знаю, душу греет, что ли, вот, общинная вот эта жизнь. Вот. И я вот в последнее время смотрю вот этот тоже вот Маскарад, вот, что-то там. Вот я Масленникова посмотрел, вот Масленникова, такой Сергей, знаете, он аскетика для мирян. Ну, знаете. Ну, что? Я его посмотрел, послушал, вот недавно они собирались по поводу, там, вот этой встречи, вот это вот была встреча Папы Римского с Патриархом Кириллом. Потом еще какое-то предсоборное, они документ приняли, отдел внешних церковных отношений, связей, раньше назывался, отношений. Вот они опубликовали у себя на сайте, я вам ВКонтакте, вам, вот, только недавно бросил. Мне вот интересно, вот, неужели действительно уже некое, ну, такое вот приняли, юридическое какое-то вот учение по поводу, что вот есть некая единая церковь, глобальная, ну, вот там, как это вот, ВСЦ. Всемирный Совет Церквей. Да, Всемирный Совет Церквей, это как бы единая церковь глобальная, вот, а мы, например, русская православная церковь, это лишь только вот некая часть, и вот, и там, католическая церковь, и протестантские динаминации, там, и так далее, и так далее. И нам только сейчас остается войти в эту глобальную, вот эту вот, ну, единую церковь, вот, ВСЦ. И тогда вот уже будет мир, там, радость, я не знаю, что будет. Вот меня это смутило, вот, понимаете, смущает. И я решил сейчас опять, ну, опять туда пойти, вот, в эту русскую истинную православную церковь, туда ходить уже. Потому что, ну, как-то я не знаю. Вот зашел я в храм, например, кстати, я бороду решил отращивать, вас послушал. Зашел в храм и поисповедовался, поисповедоваться подумал. Ну, давно не исповедовался. Я, если честно, вот, несколько лет, вот, последних, я вообще прямо от церкви отошел, вот, вот, от Бога. Такую, в блудятину ударился, вот, так скажем, грубо говоря. Вот, я, у меня, ну, на душе уже так все тяжело, все. Я решил пойти поисповедоваться. Ну, зашел в храм Николая Чудотворца. И там парень примерно моего возраста. Ой, парень, говорю. Ну, в смысле, он парень, но он в священном сане. И он такой, как бы, у него усики совсем маленькие. Ну, вот, примерно, как вот у меня сейчас. Ну, слишком короткая, ладно. Вот, и это, ну, у меня, не знаю, у меня сразу что-то такая ассоциация, что вот уже там, ну, католик, не католик, как-то вот похож на католика. Ну, такое вот внутреннее у меня. Все, и я не стал к нему на исповедь пойти. И пошел дальше, дальше пошел. И меня вывернул, и пошел, вот, как раз пришел в этот храм царственных мучеников. Вот, там отец Василий, вы знаете, наверное, его, да? Ну, вот, к нему пошел, у него поисповедовался. И вот я, как бы, остановился вот на этом приходе снова. Как бы, вот, по кругу прошел, поблуждал, и опять вот туда меня, ну, скажем так, Господь привел. Вот, зов такой вот. Ну, вот, что-то я сумбурно все рассказал. Понятно, понятно. Вопрос в чем? Вопрос в чем? А, вот по поводу, неужели вот действительно соборно уже приняли архиереи, приняли вот это вот, ну, вот это вот учение еретическое? Оно же явно, ну, не соответствует истине. Церковь-то Христово, ну, я не знаю, это же как восточного обряда, которое чтит, вот, как вы говорите, четыре вот этих вот, священное писание, священное предание, что еще? Камнула отцов, правила апостольки, правила соборов и еще какой-то элемент. Жития, жития святых. Жития святых, вот. Это как бы вот, ну, церковь. Ну, и, соответственно, это все на деле, вот. Благо, вот, хорошо, что вот вы нам показываете пример, как на деле надо это все стремиться к этому, так скажем, воплощать. И вот у меня вопрос. Неужели уже они действительно, ну, вот так вот прям, уже приняли соборную эту ель? Или нет? Я не знаю, вот я ролик вам сбросил. Смотрели вы его, не смотрели, вот, последний. Он как раз там, вот этот Сергей Масленьков, вот, вот именно вот в контексте этого все и рассказал. Вот что я вам выше, о чем я вам выше рассказал. Вот, такой момент вот. Ну, меня это беспокоит, я не знаю. Конечно, это как бы может какие-то высокие эти, как сказать, вещи, которые лезли. Хорошо, я понял. А в чем заключается ваше непослушание, когда вас отчислили от семинария-то? Ну, вот, как сказать, ну, там требовалось такое прям покорности, прям такое вот именно, как сказать, не по разуму, что ли, вот, там, вот. Вот, я вот, я люблю так вот, я, как сказать, я люблю слушать, если для меня человек авторитет, вот я вижу, что у него слова с делами не расходятся, и он искренне вот такой, искренне настроенный, вот, тогда я могу его послушать, там, вплоть до того, что там скажет, как там в древности. Ну, я так утрирую немного, но все равно в древности, там, да, сажай, там, например, ну, морковку, наоборот, и сажаешь, там, слушаешь его. А когда вот он, я вижу, что вот он, как бы, ну, далеко не соответствует, так скажем, о том, чем он говорит в его жизни, вот, тогда мне очень трудно себя заставлять, вот, ну, подчиняться таким людям. У меня какой-то внутри, ну, протест, вот, что-либо, я не знаю, ну, гордыня это, скорее всего. Так, вы так и не сказали, в чем заключается ваше непослушание, конкретно, назовите дело. Ну, а мне надо припомнить сейчас, ну, вот в чем. А, знаете, как, ну, так, подождите, ну, я даже точно не могу, все бы вообще удивились, почему меня отчислили, вот, если взять Тобольск, вот, в Тобольске это было дело. Ну, они требовали от вас абсолютного послушания, а без послушания-то вы кому нужны? Вы поступали, знали, куда в армию поступаете, взяли вас, без послушания вы никто, вы будете делать такие дела, которые приведут сразу на губтвахту, это и понятно. Поступили в милицейское училище, где бы то ни было, обязательно требуется дисциплина, такого нет, без дисциплины вообще ничего нету. Так вот, мне непонятно, за что вас отчислили, какой поступок был? Не за то, что вы думаете и смотрите, соответствуют ли слова его жизни. Вот вы пришли, а проповедует апостол Павел, так, вы, согласно ваших слов, я слушать его не буду, пока не поживу с ним года два, не посмотрю, соответствует ли, что он говорит. Так же нельзя сделать. Люди приходили к Иоанну Крестителю, они же его не исследовали. Он слышал слова человека, что он назвал его змеей, порождение Ихидни, но еще исследовать-то, грубиян. Еще с ним разговаривают. Повернули дай назад, но люди же так не делали. Они осознавали, что действительно это так. Может быть, откуда вы ушли, уходить не надо было. Надо конкретно узнать. А если вы начали ходить, вам не остановиться, вы пойдете дальше. Многократно. Это нельзя делать. Это неверность. Кругом, говорит, измена, трусость и обман. Чтобы это на нас не исполнилось. Я вот сейчас скажу, а вам не понравится. Скажу, что я тоже ошибся. Там врет он. Нет, я от вас приму, как бы, любое облицение. Да нет, мне-то это не нужно, что примите нет. Дело в том, что мы могли быть у пасечника. Мы-то могли быть. Потому что, когда начали здесь приходы объединять, мы никуда не ушли. Как были за зарубежной церковью, он ушел, он там вычеркнул нас. Сейчас на это не касается. Мы по-прежнему остаемся там же. Но у пасечника, у всех, агафангела, который пашковский там в Одессе, аташи, которые от зарубежной церкви-то, а у Антония Орлова, митрополит Антоний, у них у всех одинаково. Признание московской патриархии безблагодатное. Вот этот пункт нам никогда не перейти. Мы никогда не пойдем на это. Мы признаем ее благодатной. Благодатной. То есть все ее рукоположения, таинства мы признаем божественными. А куда идти? Вы видите недостаток, значит, у вас есть зрение. Вы начинаете работать, выправлять. Вот вы заходите в вагон, а в вагоне, ну, явно не убрано. Я в этот вагон не пойду, но вам дали билет именно в этот вагон. А я видел, он там вагон лучше. Ну, ладно, доплачу. Перешел. Ну, через одно купе пьяный мужик там. Ну, куда теперь дальше-то идти? Дальше только паровоз. В паровоз не пойдешь туда. Это конца края не будет этому? Вот ты услышал не так в государстве. А я в Америку поеду. А в Америке что? Она промасоненная насквозь, эта Америка. Ну, не понравится. Я в Канаду поеду. А ты знаешь, в Канаде, что делают геи? Какое отношение там к мусульманам, что есть? Конца края не будет. Вот где, говорит, родился, там и пригодился. Я начинаю работать конкретно здесь сегодня. Вот я вам рассказываю. Вот сегодня жалуются люди. Преступность захлестнула государство. Я говорю, и что? Жить невозможно. Ну, поезжай в Германию, в Брюссель. Орванет тебе по частям в Париже. Я понимаю, что делать надо. Мы начинаем работать в тюрьме. Я 17 лет сотрудничаю с СИЗО. 3700 человек. Я их не причащаю, я не причащенник. Я выступаю по рации. Заносим нужное где-то. Беседуем. Люди выходят другие, многие. А вот дети беспризорных сегодня 3 миллиона в стране. Я говорю, и что? Да, что еще нет. Господь позволил мне образовать детские лагеря. 44 года с ними. Тысячи детей отдохнули с родителями. Лагерь очень необычный. 44 года. Это не два дня. Вашей жизни-то еще нет этого. Вот начинает говорить. Да сегодня молодежь, она ничего не понимает. Согласен. А что сделал? Ничего нет. Я введу занятия в пяти университетах. Во всех отделах милиции. Во всех воинских частях. На заводах, фабриках, техниках. Десятки школ. Вот конкретный вклад. А куда мне ехать-то? Это моя страна. Я не могу больше ничего делать. По мере сил Бог дает. Так это не только это. Вот земля брошенная. Взяли участок земли. Получили статус в деревне. На пустыре, на крапиве. Деревня. Наконец статус. Наконец электричество подвели. Открыли школу. Все это непросто. Ходотайствовали в Москве. Все верующие, православные. Священник. Какая дисциплина. В церкви все до одного человека идут. Вот вы не можете назвать ни одного дела, в котором я бы был ненужный. Они на меня там кривещут сейчас священники. Ну и что? Это все временно. Бог дает испытания. Вода плохая. Сделай глубже колодец. Там более чистая вода. Копай. Это видение было. И поэтому ваши вот эти поступки хождения, они не для меня никак. Зачем это? Там я заметил не так. Я с первого дня вижу не так. Но это церковь. Церковь. А то, а если вы будете там у пасечника Тихона, там надо работать. Но первый пункт признания без благодатности патриархии, это не для нас. Мы никогда не пойдем на это богохульство. Никогда. Уплана Духа Святого, да? Можно так сказать. Как? Повторите. Уплана Духа Святого, что ли? Ну если Духа Святого нету, то не было бы тех людей, которые были. Какие есть в монастырях люди. Я знаю личи. Какие священники. Я знаю личи, которых я по всех не говорю. Надо работать. Мы же не можем сказать, что Данил Сысоев был безбожник. Да, да. Вот я про него хотел сказать. Для меня он священномученик. Но как он работал, для меня не подходит. Вот эти Сарионовы, НТО, Хулиганьо. Это и вовсе осколки. Я знаю, что миссионерские отделы образовать не надо. Они море и сушу обходят, с сынами гиены делают. Какие отделы? Дело-то не в том, что научиться говорить. Дело видеть надо. Как разговаривать с человеком, чтобы его привлечь ко Христу. Не ко мне. Они этого не знают. Они изучают. Он по стандарту подходит. Вот так надо говорить. А там все мертвое, холодное. Жестокое. Человеком надо быть. Вот как Макарик Глухарев, Архимандрит. Он переводчик Библии был. Так он здесь с шорцами, алтайцами был. Он помогал им. Брал веник, подметал юрты. Что нужно, показывал, как правильно готовить. И 475 язычников крестил. 475 в то время. Вот работать так и надо, как Альберт Швейцер. Закончил, что надо. Оказывается, медицинский институт. И поехал работать с лепрозориями, прокаженными. И стал лауреат Нобелевской премии. А как Мать Тереза? В монастыре надо быть. Она написала папе. Я пришел в Индию. Я увидел, сколько сирот. Их как звезд на небе. Благословите меня, святейших, здесь быть. Ее благословили. Лауреат Нобелевской премии. Мать Тереза. Понимаете? Найти надо не себя. Говорит, я нашел себя. А что искать себя? Меня Христос ищет. И быть верным Ему. Каждый день, каждая минута для Бога. Начинай работать. Рано вставай. Ежедневно молись 7 раз. Ты увидишь, тронется лед. И вы на сегодняшний день на себя, если вы родитесь свыше, у вас все по-другому будет. Вы взглянете и скажете, Боже мой, какой счастливый день был для меня 25 марта 2016 года. Я благодарю Бога за эту пятницу. Моя плоть была распята в этот день вместе со Христом. И мир распят. И тогда вам все по-другому будет. Вы не будете тогда совершенно смотреть, какие они там есть. Главное, чтобы было истинное рукоположение. Вот один вопрос. Если они рукоположенные, правильно, все, начинай работать. Тебе нравится там, ну и будь там. Но с места на место не переходи. Это конца края не будет. Да и кто тебе поверит? Если ты как перекати поле ходишь, значит, еще там твоего нет. Как я могу перейти из этого дома? Вот у меня дом. У меня протекает крыша. И что? Материал. Деньги. Нанимаем, перекрываем. Шифер сбросили. Сейчас у нас перекрыли железо. Все. Я никуда не пошел. А тепла нету. Знаняли. Самый лучший вариант. Печи. Котельная отдельно. Все отопляется. Он неправильный ребенок. Да, я знаю. Знаю, какой он. И что-то делать надо. Вот у меня знакомый. Мы с ним ездили, когда по миссии-то. Он узнает. Она живет. С одним его Павел звать. Ребенка нажили. Собака. Он ее бросил. Оставил собаку и ребенка. А собака никому не нужна. Она злобная. Ее восточноевропейская. Немецкая называется. Только усыпить. А он пошел. Она покупать-то не продает. Она дала ему собаку. Эта собака с нами в миссионерских поездках была. Она сдает экзамены. Сейчас чемпион России. Брошенная. Собака. Это наш друг. Мы проехали с ней от Владивостока до Лиссабона. При Валтии и Скандинавии. Турцию прошли. Как она нам помогала? Она брошена. Никому не нужна. А это люди вокруг нас. Это целая россыпь золотая. Начинает работать. Вот мне говорят. А что вы не видите, как евреи захватили все? Что сделает Чубайс Березовский? Знаю. Ну и как? Ну как? Бороться надо. Бороться с евреями надо. А как? Любовью. Мы должны им показать, что со Христом лучше, чем без него. Ко мне приехал он. Полтора часа побыл. Еврей. Сейчас священник. Пусть через каждого. Я не говорю, я тамирянин. Священника. Придет один еврей и станет православным. Вот тогда видно будет. Не просто, а священником. А вот КГБ душило. Оно меня душило, не тебя. Следователь обратился. Сейчас священник. Конкретно Бог будет ценить по делам. Вот это миссия. Миссия. Меня только забросили в камеру. Я начинаю молиться. Утром встали семь человек верующих. Это Бог делает. Это нельзя сделать. Я не оборачивался. Только молился. Утром мне сказали. Семь человек молились. На колени становились ночью. Можно мы тоже встанем? Почему? Бог. Бог берет самый немощный камушек. И Голиафа повалил. В лоб ему, говорит, и все. Поэтому вы себя определите. Если точно знаете и нравится там, будьте там. Пришли. Попросите прощения, где в семинарии были. Признайте свою вину. За так не отчисляют. Если вы конкретно по учению по какому-то не сходится что-то. Ну, тут надо стоять, если знаешь. Вот наши пошли в семинарии учиться там в другом городе, Екатеринбургской. Как вы смотрите на войну? Они говорят, христианин воюет словом. Ну, а отечество защищать? Ну, как защищать? Его не защитить. Так вы воевать не пойдете? Нет. Уберите их отсюда. Их сразу выгнали оттуда. Вот и все. Христианин получил другое оружие. Духовный меч. Святую Библию. Вот как нужно. А вы слово Виталий. Вас Виталий звать? А скажи себе, я Виталий, значит жизненный переводится. Все. Я для жизни буду, не для смерти это делать. Я так и не понял, за что вас оттуда исключили. Какой поступок вы сделали? Ну вот я, ну вот смотрите, я вот как вы говорите, перекати поле, у меня такая вот прям привычка, ну еще я не сжил ее, она есть. Вот это все прям точку бьете, вот. Просто я, когда со флота-то пришел, я на флоте вот тоже во Владивостоке служил, на ракетном катере. Молния. Там это, Малый Улис, может, знаете, вы не там служили? Я служил в Камчатке. А, ну все. В флоте, в Камчатке. А потом в ракетных частях служил в Николаевске-на-Амуре. Вот, ну вот там отслужил, пришел в семинарию, опять вернулся в Тобольск. И вот, а до этого я тоже чуть-чуть там поучился, потом меня направили вот послужить, сказали, иди послужи. Ну, в армию на флот куда попадешь. Ну, я на флот попал. И вот, пришел, и вот этот вот, с кем я раньше-то учился, он уже там священник стал. А раньше-то я его звал как Серега. Я говорю, привет, Серега там. С ним поздоровался, все это. Ну, так вот, как бы, вот, на равных. А вот он, ну, все-таки пришел. А он потом как раз стал вот этим проректором. Вот, и еще такой случай был. Я в келье, ну, в келью поднялся, что-то мне плохо стало с уроков. У нас там в Тобольске, вот, ну, корпус, вот, учащий, где мы учимся, и на мансарда была, там была, это, спальня. Вот я туда поднялся, в спальню, что-то мне плохо, ну, это, перед, как сказать, в себя прийти, так скажем. Вот, и потом слышу, и кто-то идет в келью, кто-то идет в келью, такие, эти, шаги. Я думал, ну, мои парни, с кем я учусь, ну, однокашники. Ну, я решил это, как сказать, думал, Андрей, ну, там, Андрей мой, так вот, мы с ним рядом спали, одна койка, вот. И, а мы, а у меня с ним такое было, ну, с Андреем, вот, с этим, ну, немножко такие вот, напряжные отношения, ну, какие-то они, такие вот. И я решил его, короче, напугать. Вот, думаю, сейчас он зайдет в келью. Я, ну, я так, пошутить решил, раз его, ну, типа, испугать его, так скажем. Так вот, заходит человек, и я его вот так вот, ну, я не знал, кто это, я думал, Андрей заходит в келью, в мою, вот, мы здесь рядом спим. Я раз его пугаю, оказывается, это вот этот вот уже, ну, отец Гермоген, инспектор, вот, инспектор, инспектор, проекта по восстановительной работе. Я его испугал, он испугался. Он прям такой, ну, подскочил, аж, я говорю, о, батюшка, извини, извините, я не знал, что это вы. Вот, все, и вот он, ну, не знаю, вот, ему это не понравилось, видимо, он, вот, и... Меня какой, вот там, так называемый, тропарь вывесили, ну, то есть, вот, когда отчисляют, вот, объявление написали, что я не соответствую образу семинариста, короче. Вот, у меня вот такое вот постановление вышло, что Калиников не соответствует образу семинариста, все, вот, у меня вот, вот, вот причина, вот, официальная. А все были, ну, ребята, преподаватели, когда я так, ну, говорю, что меня хотят очистить, не, а, вернее, меня уже очистили, вывесили тропарь, так, ну, так вот, в кавычках, тропарь, такой семинарский сленг. Ну, они все в недоумении были, я сам тоже в недоумении был. Одним словом, по мелочам, вот, накопилось, вот, таких вот, каких-то хулиганских выходок, может, вот так, что ли, я не знаю, вот. И меня решили это отчислить. Вот. А вам зачем туда идти-то? Вы будете христианином? А я, дело в том, что, вот, я, это, это, простите, пожалуйста, Игнатий Тихонович, дело в том, что я изначально там семинарию с каким умыслом поступал? Я, когда уверовал, 18 лет, мне было все, я как губка стал впитывать, мне было интересно вот христианство, вот узнать, вот, историю узнать, все узнать вообще о христианстве по максимуму. И я, вот, у меня вот эта цель была, я поставил семинарию вот для этого, не для того, чтобы священником стать, а вот для этого, вот. А потом что-то вот, ну, стал прикидывать, так, все-таки священник же, ого, вот. И потом Иоанна Златоуста прочитал слова о священстве, я понял, что что-то, что это мне, ну, такой крест не поднять. Это колоссально, ну, он же там хорошо пишет о священстве, каким должен, какая душа должна быть у священника. Еще до того, как он стал священником. То есть, вот, и я понял, что это не для меня, ну, вот именно священнический крест. Но если вы это поняли, то и они поняли, что вы не соответствуете. Они правы? Ну, да, все, да, согласен. Нет, ну, я, дай бог это все вот так вот попробовать. Не надо работать на хорошей физической работе. Работа какая может быть? Но самая лучшая работа, это работать на земле. Земля, паши, паси. Второе, это текстильная промышленность, это то, что касается одежды. Третье, строительство. Я вот строитель профессиональный. Вначале поступал в сельскохозяйственный институт, учиться пять лет. Ну, а приехал сюда, что нам отец, десять детей, у каждого ребенка должны быть какие-то средства, ничего нету. Три рубля доехать до Барнового, а дальше? Да, дальше на подножий корм, зарабатывать где хочешь. Идешь, где земля, где снег с крыши скидывать. Вот теперь давай учись. И слышу, разговаривали две женщины у колонки, а они воду набирали. Говорит, а мой сын поступал, говорит, строительный, два с половиной года учиться-то. Я мигом побежал в институт, уже сдал экзамены. И скорее туда, быстрее. И теперь я не жалею. Прошла жизнь. Я везде нужен был. И варь. Бело в том, что... Ну, я не знаю, вот как это... Можно совместить, вы говорите, на земле? Так-то я тексты пишу продающие. Ну, вот текст со словом связанным. Тексты, вот. Вы, кстати, хороший копирайтер. Тоже вот... Вот я смотрю на ваши письмена, вот то, что как... Вот у вас прям четко все по всем... Вы, если бы, скажем, если бы вот, ну, вот, Бог вам судил бы, например, быть, ну, другой путь избрать. Ну, вот я гипотетически говорю, например. И вы бы были продавцом. Ну, вот, менеджер какой-нибудь. Вы бы были очень хорошим продавцом. Ну, если ты... Хорошим, без слова. Продажи. Если вы добросовестно работаете, вы нужны везде. В первую очередь на земле. Везде будете нужны. Вот я в армии был. Мне не звание, ефреатор не присвали. Сразу присвоили, минуя сержантский, там, младший, сержант старший, старшину присвоили. Сразу же. Но там надо было и работать. Я по всей... ездил по всему Дальнему Востоку. Определение жилищ, годных для офицерского состава. Техник-смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Уверлителю давалось на год. Понимаете, это одна должность. Единственная должность была моя в одном числе. Так не бывает, что уверлителю на год давать. Кому не скажи, даже не знает такой должности. Мне Бог дал. Это доверие. И вы должны себя занимать чем-то. Вот если у вас есть этот талант, бойтесь зарыть его. За него отвечать придется. Серьезно отнеситесь к этому. Вот вы это... Сейчас, Анатолий, вы что имеете в виду сейчас, Игнат Тиконович? Я имею в виду то, что у вас вера есть, не потеряйте остаток ее. Развивайте. Я с вами соглашусь прям на 100%. Начинайте с сегодняшнего дня. Я вопрос задам. Во сколько встаете? По-разному. Все одинаково отвечает. По-разному не может быть. Не может быть. Я вам скажу, у меня вот это, знаете, у меня страсть вот этого чрева угодья, короче. Вот когда я чреву угодью, ну как сказать, вечером поел на ночь, ну, соответственно, встал позже. Вот. Если на весь вечер не поел, то встал раньше. В 6 могу встать, в 7, в 8. Вы не женаты? Я разведенный. Вот это. Вам 100 раз надо будет жениться и 100 раз изведетесь при таком характере. Верности нет. Измена, трусость и обман. Вот на вас просто как клеймо это стоит. Вы не думайте на меня обижаться только, но это очень зримо. С запахом даже. Вы вот полюбите то, что вы видите. Полюбите как? Господи, это та работа трудная. Я буду работать. Ты благослови меня, Владыка. Дай мне рождение свыше, страх твой. Вот мы живем где? Где бы я ни был, везде одинаково. В 4.40 подъем. Поздно лег рано. В 4.40 подъем. У вас нет никакой дисциплины. В 4.40. Сейчас идет Великий пост. Вот я даже не спрашиваю, но скажу. Вы знаете, что на первую неделю, 4 дня считается канон покаянный Андрея Критского. Вы же не были на нем? Я на одном был в четверг. Все, видите, в четверг. То есть вы себя показываете. В четверг. Так это вы концовку взяли. Это вы начало-то и не знаете. Пост соблюдать сейчас. Как первая неделя постились? Как сейчас? Пост нарушаете? Ну, если взять устав, то, конечно... Ну, как устав? Скажите. 7 недель. Вы молочное, мясное, яйца, рыбу не едите? Я решил... Я решил... Не, вот... А рыбу... Я в субботу вот только эту ел, как его... Кильку. Ну, а вы имеете право-то? Рыба только два раза. На верное воскресенье. Один раз точно за неделю. Вход Господень в Иерусалим. И второй раз на Благовещение. Если не на последней неделе еще условия. Это пост такой, замена пищи. Но я православный, поэтому разговоров никаких не должно быть. Я легко докажу, наши посты православные, они не евангельское устроение. Но я православный, я принял все, я должен принять все. Полуправославным я не могу быть. Я не могу. Сейчас вот священнику меньше 30 лет, я к нему не подойду. Он не может раньше 30 лет быть. Он извержен должен быть. Каноническое правило. Так разве можно так? Его архиерерку положил. Меня зачем спрашивать? Канон. Для Канона нет никаких исключений. Сергий Радонежский размонашил Пересвет и Ослебин. Сергия Радонежского, ну же немедленно было бы ставить под Анафиму. А они ему поклоняются сколько? А ты ему молишься? Я молюсь. Я подчинился. Но Канон нарушен серьезнейший. Поэтому это поставлено. Не бойтесь этого сказать. Вот они мощи обрели Серафима Саровского. Я не верю, что это Серафимову. Это легко доказать. Привозят пояс доказательств. Нет, я никогда не пойду на поклонение на это. Вот есть икона у нас. Один раз в день потом Евангелие. Мы поклонились, поцеловали и все. А поклоняться каждому, что привозят кость какую-то или материю, мне не дано повеление. Я Бога избрал. Я Ему поклоняюсь. Ему одному служу. А сегодня такая очередь. Матронушкины там привезли мощи. Там очередь на два квартала. Это люди Бога не знают. Им фетиш нужен. Язычники. Самые настоящие делопоклонники. Я признаю, этого достаточно. Зачем мне туда бежать? Вы вот настройте себя на это. Работа должна быть ваша хорошая. С заработком. Было из чего уделять. Нету? Две работы возьмите. А семья, если вы венщины были законные, вы должны хорошие деньги для детей, чтобы детей поднять. Сами себя зажмите. И вы увидите, как все начнет меняться. Сатана попятится. Работы нет. Вторую специальность получите. Работайте. Десятину платите в церковь. Хороший священник, нехороший, не рассуждай. Он достаточно, чтобы разрешить тебя. Все. Отдай ему десятую часть. Иначе ты будешь святотатес. А в церкви покупать. Я никогда не покупаю. Я должен отдать десятину. У нас в церкви родной мой брат. Родной мой брат. Он через меня пришел в церковь. Но я в январе уже плащу за год вперед десятины. Я не знаю, будет ли у меня пенсия. Я посчитываю, сколько и в руки ему отдаю. Ему не надо. Он в 10-20 раз лучше меня живет. У него около 100 вещек. У него все есть. А меня это не касается. Я Богу отдаю, не ему. И на душе всегда легко. За год вперед, да? Это я делаю так. Я. Это я. Меня никто не заставляет. Я когда первый раз услышал, первый раз, что надо десятину платить. Я 50 лет платил 9 десятину. Со 100 рублей 90 отдавал всю жизнь. Поэтому на самых заработных работах работал, на двух-трех работах. Вы себя возьмите в такие рукавицы, и вы увидите, как жизнь такая у вас будет, как столб стоять будет. Александрийский, говорит, воздвигну столб. Вам будет самим интересно. А вы хвалили. Дайте мне иногда хвалиться. Это естественно, нормально. Вдова положила, говорит, все пропитание свое. А чем я хуже вдовы? И я сделаю это. Вы себе сами рубежи ставьте. Я понял. Владимир Тихонович, а вот 7 раз, вот это где-то есть у вас, да, написано? Есть, есть. 118-й Псалом, напишите. Псалом 118. Ага. 164-й стих. Я его процитирую. Семикратно в день прославляю тебя, тебя за суды правды твоей. Поблагодари Бога за то, что тебя выгнали. Это суды его над тобой. Зачем ты такой нужен-то, Ахламон? Ну зачем? Тебя правильно сделал. Найди этого, который там Сергий был, гермогеном стал, и поблагодари его. Прости меня, хама. Ты священнослужитель, я дурью маялся, приходил. И тогда он увидит по-другому вас. Придет время еще ходатайства, скажет, вот теперь другой человек. Как раз соответствует, какой должен быть священник. И когда ты придешь еще поступать, он скажет, это действительно другой человек. Перемените обстановку, отношение к тебе. Сегодня одно, завтра будет другое. Меня вот сажали. Меня там давили, гнобили, там по тюрьмам тащат. Это ничего не значит. Я возвращаюсь. У меня в любой момент я могу пойти. Все время встречаюсь прокурор края, генерал-лейтенант. А кто я против него? Там Бложка. А мы можем каждый день встречаться. Мэр города приезжает ко мне домой. А я не образование-то, и у меня никакого нет. Кроме техникума. Я просто, мне не надо где-то придумывать. Моя биография, она для меня. Я ее пишу. Лагерь стараются закрыть. 44 года не могут еще сделать. Они его не закроют. Пока есть дети бедные, лагерь будет существовать. Вот ответ. У вас есть образование самое, самое, ну, нужное и самое, как сказать, самое престижное у вас образование. Образование одно должно быть, родиться свыше, быть другом Христа и быть Вадимом Духом Божьим. Все время бояться огорчить Господа, жить в страхе Божьем. Вот два пункта. Родись свыше и спроси Господа крещения Духом Святым, чтобы внутри тебя был огонь. И ты на все будешь смотреть так, как в последний раз видишь. И люди будут считать за счастье, что с тобой встретились. Вот посмотрите, если Библия, 118-й Псалом, 164-й стих. Для меня он эпиграф. Видите, как я был в морфлоте. М.Ф. М.Ф. А сейчас у меня молитва и форум М.Ф. Я все оставил, абсолютно. Писал стихи, не пишу. В церкви проповедовал, не проповедую. Ну, не считая там в Москве, там в Лиссабоне, где я был, в Нью-Йорке. Тут уже просят люди, просто просят. Епископ, митрополит, говорит, ну скажите проповедь, скажите. Так что я не ломаюсь, я просто отошел и все. Ну, я среди литургии пришел только, приехал в Тбилиси. Там меня сразу же в алтарь и к народу представляет священник. Я тут же говорю проповедь, одну другую. Это Бог делает. Бог. Человеку-то нельзя. А он против там кто-то. Ну, это сегодня, а завтра может по-другому. Бог испытывает меня, верный я Ему или нет. И гонители мои, они нужны. Если меня никто не гонит, я никому не нужен. Мое дело не устоит. Оно не терпит сопротивления. А если я делаю, и любому понятно, что хорошие, а они нападают, это Бог меня испытывает. Вчера со мной сидел за столом, а сейчас такое гонит, столько мерзости, говорит. Ничего. Мы должны все перенести и помолиться за человека. Он, может быть, специально меня испытывает. Во славу Божию. А вот, вот смотрите, родители, когда престарелые, вот, как вот с ними нужно, ну, как, а если, вот как с ними нужно быть, или как, или как-то немножко, ну, как сказать, отдаленно за ними, так сказать. А как отдаленно? То есть, никаких больше нет рядом никого. Никого рядом нету. Ну, вы будете. Я один, значит, должен быть рядом. Вы должны ухаживать, допоить, докормить. Вот я только начал получать деньги. Каждый месяц, каждый месяц я высылал домой. Сразу же. Это родители. Ну, а у нас десятеро, и родители избрали, с кем жить. Они избрали, и говорят, я буду с ним. Рядом вторая дочь. А мы только уже, когда приезжаем домой. На все надо смотреть так, как будто ты последний раз явился сюда. И больше не вернешься в этот дом. Никогда не взглянешь на соседей. Сделай так, чтобы Бог это заметил. Ты перед Богом стоишь. Вчерашний день, сегодняшний, не стыдно за эти дни? Как они прошли? Вот вы развелись. А какая причина-то? Ни в ком не надо искать. Причина во мне. Во мне. А жена злая. Злая, работай с ней, тащи. Ты нитка, она иголка. А она узловато иголка. Ничего распутывать надо. Ты получал добрые минуты от нее? Запомни. А не так бросил? Как ведь она воспитает? Как она воспитает? Будь рядом. Так она вышла теперь замуж. Дети-то твои остались, независимо ни от чего. Я не понимаю, почему так легкомысленно смотрят на это. Это мое детище. Игнатий Бринчанинов. Вот если ты в миру живешь, его можно читать же, да? Хотя он по большей части для монашествующих писал. Ну не только для монашествующих. Не только, да. Вообще можно его... У меня в книгах, которые у меня 38 томов, там много на него делают ссылки. Он многое пишет, которое не касается монашествующих. Он определенно говорит. Вот вопрос о том, что люди, вот сектанты, баптисты говорят, я люблю, я люблю. Я говорю, а ты страх Божий испытал? Да какая? Совершенная любовь уничтожает страх. Совершенная только на небе. Если ты не испытал страха, он говорит, начни сначала. Ты сначала пойми, что ты в аду находишься. Если ты думаешь, вот сейчас вот делают так, там, в Всемирном Совете Церквей, я это остановлю, там, убери руку. Тебя сметет, он говорит, это он говорит. Это касается всех. А как же помочь? Молитвою. Молитвою, жизнью своей. Наша жизнь, это Пятая Евангелие. Настолько серьезно должен смотреть. Вот я вам говорю, а я же не знаю, насколько вы серьезно подошли к этому. Насколько. Но с сегодняшнего дня вы уже знаете, так жить нельзя, как вы живете. Вот завтра, ложитесь, хоть сейчас ложитесь, хоть в 9, хоть в 8. За 2 часа между едой и сном должно быть 2 часа. Перед самым сном не ешьте. Поставьте за правило. 2 часа. Утреннее правило. Чтение псалтыри на русском языке. Ежедневное чтение Святой Библии. Завтра день должен быть другой. Не вернее, не завтра, а сегодня уже начните. Сегодня. И ты увидишь, как все быстро начнет меняться. Господь увидит, что ты ревностно взялся спасать душу свою. А если весь мир приобретешь, душе повредишь, какой выкуп дашь? Сколько работы везде. Прямо конкретно надо начинать сегодня. Ну вот вы запишите себе, это не просто так. Сон, во сколько встает человек, обычно говорят по-разному. Я знаю, значит, спит сколько хочет. Спит и робко. Я буду вот это видео пересматривать не раз. Вы же запишите его. Да, это на той неделе будет только. На той неделе. Я ссылаю. Я ни в одном городе, бывает, ставят. У нас коллектив работает. Подъем в 4 часа? 40 минут. 4.40. 4.40. Это не важно, когда ты лег, да? Не важно, не важно, где. Я вот перелетел в Америку. На 12 часов праздница. И меня Господь с первого дня там начал поднимать в 4.40. Вернулся здесь в Москву. И все, в 4.40. Я лег спать. Вы сон свой укорачиваете. Когда узнаете, что у нас 8 часов, это много. Постепенно доведите до 7, до 6, до 5, до 4. Вот у меня сон дошел 2,5 часа. 2,5 часа в сутки. Остальное время работы. И когда ты увидишь, на что ты способен. Разве это неприятное дело? Тут меня арестовывают. Полковник. Он на пенсию пошел. КГБ. Ведь думали-то как? Говорят, меня арестовали по санкции МГБ. Думали, работает несколько отделов в Сибири. А оказалось, один человек. Отделов. И вот они поработали, сколько их. Вам бы только в наших органах работать. Сколько бы. Вызывают меня горком партии. Там ли, крайком. Заканчивают. Вам надо обязательно было с нами быть. Какую бы пользу вы принесли. Да что с вами пойдут? И вы убийцы. Чтобы люди желали, чтобы ты там был. Чтобы семинария воздохнула. Какого человека мы потеряли? Чтобы они гонялись за тобою. Понимаете? У вас все будет по-другому. Я говорю это, потому что это в моей жизни было. Меня специальный архиерей приезжал рукоположить. В Америке меня сватали. Я говорю, священники, я не иду. Люди-то наоборот подлизываются, чтобы рукоположили. Я не иду. Это не мое. Я знаю, что я потеряю много. Я не должен быть священником. Я мирянин. Я прохожу на низу социальной лестницы. Я санизатор. Самая грязная работа. У меня все время рукава засущенные. А Бог рассмотрит, как я знаю свое призвание. Мое призвание быть здесь, самыми обездоленными, самыми нищими. Я к этому привык. Мне это очень по душе нравится и всегда на душе радость. Я на своем месте. Господь меня будет искать там, где Он меня поставил, а никуда я сам залез. Вот, запишите 1 Тимофею. 1 Тимофею 4.16. 4.16. Вникай в себя и в учение, в Библию, и занимайся с ним постоянно. И так поступай, спасешь себя и слушающих тебя. В рот не брать алкоголя, ни пива, ни к чего, нигде, никак. Чай, кофе, какаво, исключительно всегда. Мясное в рот больше не бери никогда. Это минимум, минимум, ниже которого не надо опускаться. Работай одну, вторую найди, даже третью. Работай руками, работай умом. Работай без устали ночью и днем. А там что будет, так будет, пускай так. Ну же, работать мы дружно давай. Это поэт Федоров Амулецкий писал. И вы сразу увидите, что другое отношение у тебя к жизни, к работе, к семье, к спасению души. Просто, чтобы душа твоя вздрогнула. Сколько я потерял, да что же я делал. Вообще, я сейчас покажу, вот классная такая есть вещь. Она прям, ну, вразумляет очень сильно. Так. Сейчас, сейчас. Вот. 90 дней жизни тут. А что? Ничего не видать, только красное пятно и все. Да, для того, смотрите, на листочке А4, да. Нет, не видать еще. Ладно, говорите, я поверю. Говорите. На листочке А4 90 рядов. Вот, 90 рядов. И в каждом ряду 52 маленьких квадратика. Это 52 недели в году. Ну, в году 52 недели. А почему 52? Ну, как, ну, в смысле, почему? Ну, 52. Ну, ладно, дальше что? Так вот уже моя жизнь, сколько прошло. Вот это красный цвет, это я жил, как ежик в тумане. Ну, и ладно. Ну, ладно, бросьте это все. Сожги, говорит, и выбрось больше. Не берите ее в руки. Нет, в том плане, что... Я понимаю, вот... Вы прям говорите, как будто вот я сам с собой беседую, потому что действительно так и есть. Я много времени... Ну, как там, талант закопал, короче, уже наполовину. Вот в чем. И сейчас... Бритву уничтожь бритвы. Никогда в руки больше не бери, чтобы у тебя ее не было. Любое дело делай раз и навсегда. И сразу переходи на другой рубеж. Посмотри, что ты можешь делать. Пойди на самую низкую работу. Ты должен с деньгами быть. Родителям помогать. Детям. Сначала десятину отдай священству. Я никуда людей не могу посылать. Я не в московской патриархии. Но в 53 года работая, приходят люди, а всех до одного направляю в московскую патриархию. Там работать надо. Это церковь Христова. И надо работать. Работать. Мне там нельзя быть. Нельзя. Меня сразу же они мертвой хваткой душат. Никак нельзя. Я понимаю. Ну что, все? Да, мне еще понравилось, как вы сказали, что надо... Ну и как-то... Евреев, как сказать, нельзя хулить. Никак. Нельзя. Я их шип хулирую. И мусульман нельзя хулить. Надо работать. Работать. Как вот за них молиться надо, да? Да, чтобы они познали Христа. Приняли Его как своего спасителя, который умер за них. Вот они что делают, мусульмане, по всему миру взрывы. Это ничего не даст. Евреи будут над всем миром. 42 месяца. Их не будет, никого. И нас не будет. Почему? Это Божий план, он уже разнаряжен. Уже проекция назначенного Богом идет на землю. Это нельзя изменить. Это план Божий. У Бога известно. Персидское царство. Теперь придет греческое, Александр Македонский, дальше римское царство. И дальше как идет. Россия кончилась. Все. Но Бог дает еще показать какой-то пример. Правители ругают, никогда не ругай никого. Молить, чтобы не было покушения на них. На Рамзана Кадырова, на Путина. Что Бог их сохранил. Вы прям вот это вот... У меня это интуиция... Ну как, сердце чувствует, что так и есть, как вы говорите. Просто мозги настолько вот, ну, засоряются вот этим информационным мусором. Так, все. У меня уже время кончилось вам. Если у вас будут хорошие, настоящие вопросы, к этому не возвращайтесь через один месяц. Только можно будет зайти. Я занят. Я вас благодарю. Пожалуйста, помолитесь за Анастасию, Константина, Виктора, Людмилову. И вас Господь да благословит потрудиться еще во славу Божию. Это Богу известно как это. Наши желания Бог усматривает. Ну а как уж будет, это Он знает только. И мы должны все принимать с благодарением. Аллилуйя. Всего хорошего. Откручайте с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok